Здравствуйте! В студии Екатерина Борисова. Для всех, кто остается дома, я и мои коллеги расскажем о новостях Ленинского городского округа. Но вначале коротко об основных событиях. Весенний призыв этой весной проходит в особых условиях. У меня иммунитет хороший, я не думаю, что заболею и соблюдаю меры предосторожности. Предприниматели, работающие на территории муниципалитета, адаптируются к новым реалиям. Качество занятий нисколько не страдает, несмотря на то, что ты не присутствуешь рядом с тренером, он все равно тебя видит. Музыка онлайн. Как воспитанники детских школ искусств округа осваивают учебную программу. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо, Б. Обязательное измерение температуры тела, перчаточно-масочный режим и дистанция полтора метра. Именно так проходит призывная кампания весной 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Подробности в нашем следующем сюжете. Призывная кампания в Ленинском городском округе в этом году стартовала, как обычно, в апреле. Но пандемия коронавируса и здесь несла свои коррективы. В первую очередь мы вызываем ребят, кто подлежит призыву, кто пополнит ряды вооруженных сил именно в эту призывную кампанию. Все остальные категории, кто имеет право на отсрочки от призыва, освобождение от призыва и по другим причинам, будут вызываться позже на заседание призывной комиссии. В отношении них до 15 июля будет принято законное решение. Будущие солдаты в назначенный день по одному проходят здание и не через главный вход, а через запасной выход. Здесь они проходят санобработку, каждому измеряют температуру и только если она не повышена, их допускают в медкомиссии. Новобранцы при этом обязательно должны быть в масках и перчатках. Как видите, полностью защищен, если речь идет о коронавирусной инфекции, поэтому никакой угроз для себя не ищет. Далее каждого призывника ждет тщательный медицинский осмотр. Даниил Жданов ради того, чтобы отдать долг Родине, решил взять академический отпуск в университете. Будущий юрист только-только закончил первый курс. Служить, признается Даниил, мечтает десантуре. И коронавирус этому не помеха. У меня иммунитет хороший, я не думаю, что заболею и соблюдаю меры предосторожности. Считаю, что надо отслужить. У меня дед десантник, и прадедушка служил, и папа служил. Все служили в семье. Члены призывной комиссии также во всеоружии. Перчатки и маски в общественных местах сейчас обязательны. Член комиссии Сергей Бойков рассказал, как прошло заседание и что призывников ждет дальше. Анализ на ковид, я так думаю, брать будут по приходу, по призыву, то есть фактическому приходу призывников на призывные пункты. Сегодня было 9 человек. Они в основном идут в сухопытные войска. И из них все изъявили желание добровольно, без каких-либо ограничений, либо каких-то оговорок, служить российской армией. Что очень приятно. Всего же этой весной около 100 человек жителей муниципалитета пополнят ряды вооруженных сил. Ведь защищать родину нужно в любое время, даже в карантин. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. Чтобы остаться на плаву во время пандемии коронавируса, предприниматели вынуждены приспосабливаться к новым условиям. А в некоторых случаях даже менять направление деятельности. Как из положения выходят представители бизнес-сообщества, расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Еще в самом начале режима самоизоляции несколько компаний Ленинского городского округа объединились и начали осуществлять доставку еды медикам, которые трудятся в Видновской районной клинической больнице. Управляющий рестораном «Лесной» и сам в 90-е работал фельдшером на скорой помощи. Тогда были годы такие у нас суровые, пришлось из профессии уйти. Сейчас вспомнил, а сейчас я в новой профессии, я ресторатор уже много лет. Вспомнил о том, что мои коллеги голодают, поэтому помогаем. Также помогает докторам и один из индивидуальных предпринимателей. Раньше он занимался услугами такси, а теперь предоставляет транспорт для выезда врачей на дом к пациентам. Данную ситуацию решил помочь жителям, врачам своего города. Я родился, вырос. Согласно нынешним реалиям, предприятие по пошиву штор и постельного белья вынуждено было переквалифицироваться на изготовление масок. В денег удается выпустить до полутора тысяч. Закройщики, швеи и упаковщики тем самым смогли сохранить работу. Непростые времена переживает и школа танцев «Оригинал Дэнс», что расположена на Ольховой улице в городе Видное. Все занятия перевели в онлайн-формат. Качество занятий нисколько не страдает, несмотря на то, что ты не присутствуешь рядом с тренером, он все равно тебя видит. Со второго месяца, в принципе, уже больше желающих появилось, больше запросов. И люди как-то приходят к тому, что это действительно новый вид занятости и досуга своего. Сейчас проходят занятия по сальсе и детской хореографии. С июня планируется запустить в новом формате все направления, а их в школе 18. Стоит отметить, что такой вид обучения руководство собирается сохранить и после окончания эпидемии. Все больше и больше онлайн-пространства нас затягивает. Если это будет качественно, если это будет не только просмотр котяток и деток в Инстаграме, это будет действительно приносить пользу, то нужно этим пользоваться и нужно это развивать. Но, конечно же, все ждут завершения пандемии, когда можно будет встретиться друг с другом в привычных условиях. В помощь Никольскому храму в селе Ермолино предприниматель Владислав Рымша предоставил продуктовые наборы. В них самая необходимая мука, сахар, растительное масло, крупы, макароны, тушенка. Продукты помогут нуждающимся пережить непростое время. У нас есть прихожане, которые пожилые люди, есть прихожане многодетные семьи, есть прихожане, которые потеряли работу и в связи с этим не имеют средств к существованию. Поэтому мы рады будем любой помощи, чтобы этой помощью поделиться и с нашими прихожанами. Из соцсетей Владислав Рымша узнал о том, что храм нуждается в помощи. И решение принять участие в снабжении продуктами было быстрым. В короткое время предприниматель закупил необходимые товары и привез их Ермолино. Это жест доброй воли. Вся эта история идет от души, от сердца. И, честно говоря, помогая людям в такое сложное время, получаешь некое удовольствие от того, что ты чем-то можешь им помочь. Это не первая помощь Владислава и, как он сам говорит, не последняя. Главное, считает предприниматель, выжить в это время самим и помочь другим. В продолжение темы. В период действия ограничительных мер волонтеры Ленинского городского округа стараются помогать всем, кто в этом нуждается. Так, в сельском поселении Развилковская подарочные продуктовые наборы получили многодетные семьи. В непростое время важно поддерживать друг друга. Поэтому в сельском поселении Развилковская местный общественный совет и предприниматели решили оказать помощь многодетным семьям, собрать продуктовые наборы. Получателями стали жители поселка и ближайших деревень. Это очень сложно. Многие остались без работы, в том числе и многодетные. И поэтому эта акция с такими подарками – это очень своевременно. Всего продуктовых наборов получилось 15. Сами организаторы и волонтеры называют их подарочными, ведь в них входят как колбаса и шпроты, так и различные фрукты, конфеты, печенье. Помимо еды в коробку кладут маски, сшитые местным юнормейцем. Одним из инициаторов данной акции стал предприниматель Саргис Варданян. В ситуации шесть. Надо объединяться всем вместе, чтобы помочь друг другу. И также, кто в этом у нас равно нуждается. Такое непростое время, когда очень многие на самоизоляции, когда люди боятся выйти. Нужно им все-таки как-то помочь. Кто-то боится даже в аптеку выйти. Кто-то не может по состоянию здоровья. Поэтому я решила, что это мой долг как гражданин. Развозить подарочные наборы к получателям начали на следующий день. Чтобы каждый дошел до адресата, семьи обзванивали заранее и информировали об акции перед тем, как подъехать. Передавали наборы, конечно, в защитных масках и перчатках. Спасибо огромное. Не болейте, мама. Надо было помощников звать. Спасибо огромное. Да, тяжелое. На здоровье. Все доброе. Александра Столярова, Иосиф Гринберг, Ольга Садовская, Видное ТВ. В связи с пандемией и коронавирусной инфекцией все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Но коснулось это нововведение не только общеобразовательных школ, но и творческих. Каково это – учиться музыке на расстоянии, узнал наш корреспондент Максим Козлов. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо. Б. Занятие с альфеджио, так называется нотная грамота, как правило, у учеников музыкальных школ и школ искусств не самые любимые. Но не в этом случае. Опытный преподаватель теоретических дисциплин Елена Пыхарева пользуется у подопечных и их родителей заслуженной любовью. Я тебе подыграю ритм, а ты прохлопай в ладоши. Там шестнадцатый. Будь внимательна. За долгую историю школы искусств, а в этом году ей исполняется 50 лет, таким образом уроки не проводились. Хотя справедливости ради стоит отметить, что и возможности проводить занятия дистанционно появились сравнительно недавно. Сейчас в ДШИ учатся более 130 учеников. Очень важно, чтобы непосредственно преподаватель был рядом с ребенком, потому что элементарно он берет скрипочку в руки, смычок. То есть нужно это контролировать, как идет ручка. Мы постарались креативно подойти к обучению, чтобы всем было удобно и комфортно. Действительно, в отличие от школьных дисциплин, в обучении музыки, особенно на ранних этапах, особенно важно положение рук. Я сейчас сыграю первую часть, где именно были ошибки в арте левой руки, и буду называть тебе нотки. Если при очном контакте преподаватель без труда может поправить ученика, то дистанционно объяснить ошибку куда сложнее. Каждый звук в пустых кабинетах детской школы искусств поселка Горки-Ленинский слышен отчетливо. Сейчас в этих коридорах тишина и пустота, но это кажущаяся тишина на самом деле. Творческая жизнь ДШИ продолжается и сейчас. Продолжительность занятий разная. От 40 минут с первоклассниками до полутора часов со старшими учениками. Кроме всего прочего, продолжительность урока зависит и от объема произведения, которое изучается. В день удается провести 5-6 занятий, потому что мы начинаем после обеда заниматься тогда, когда заканчиваются уроки общеобразовательной школы. Ведь ребята учатся и там, онлайн тоже. Как правило, это происходит в первой половине дня. Большинство занятий проходит один на один с учеником, но есть и такие, в которых принимает участие несколько человек. Ряд предметов по объективным причинам пришлось отменить. Индивидуальные, конечно, проще, групповые сложнее, но мы делаем и хор. Единственное, что мы прекратили, это хореографию. То есть каких-то прям танцев конкретных нет. У нас есть разминка, гимнастика. Танец, конечно, на расстоянии тоже очень сложно ставить. Преподаватели отмечают, что даже в таких условиях удается придерживаться учебного плана. А с 12 мая уже начался прием заявлений на следующий учебный год. Все надеются, что он начнется в обычном режиме. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. Оставайтесь дома. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова